ПЕСНЯ Привет! Эта песня стала поводом для очередного медийного скандала. В соцсетях и традиционных СМИ немедленно заговорили об очередном витке государственной милитаристской пропаганды. На этот раз с атомным моторчиком. Масло в огонь подлил второй или первый пропагандист Кремля Дмитрий Киселёв, продолживший свой любимый дискурс радиоактивного пепла. На этот раз в своих вестях недели он поделился со зрителями расчётами времени подлёта российских ракет к Пентагону и другим военным центром управления в Соединённых Штатах, для наглядности продемонстрировав всё это на карте. Путин просит посчитать. Вот мы и посчитаем прямо сейчас. Наши лодки за пределами исключительно экономической зоны США шириной в 200 миль. 200 миль это 370 километров. Ставим спокойно на расстоянии в 400 километров от берега. Все эти центры принятия решения от берега тоже не так далеко. Скажем, ещё 400. Итого 800. Циркон летит со скоростью 11 тысяч километров в час. Если так, то на покрытие 800 километров циркон затратит чуть меньше 5 минут. Задачка для школьника третьего класса. Вот оно, подлётное время. 5 минут. Так что мы, в самом деле готовимся к войне? Вот уже 5 лет с весны 2014 года. Кажется, что подтверждений тому более чем достаточно. И не только в телепропаганде а-ля Соловьёв-Киселёв. В эту логику эскалации и протестания с Америкой как коллективным западом вписывается даже дикая история с аэстом верхушки руководства инвестиционного фонда Баринг-Восток во главе с основателем гражданином Соединённых Штатов Майклом Калви. Обвинение следствия сшито ФСБ такими белыми нитками, что единственным оправданием преследования инвестора выглядит его вражеское происхождение. Типа «Не надо нам грязных американских денег, так обойдёмся». Можно вспомнить фетишизацию Дня Победы, последнего любимого народом праздника, который прошёл долгий путь. От надрывного завета ветеранов, лишь бы не было войны, до рождённого в последние 10 лет походами в Цхенвал, Дамаск и Севастополь, самоуверенно наглого можем повторить. Можно вспомнить ещё расплодившиеся по стране выставки военной техники и даже почти настоящие детсадовские военные парады. «Если завтра война, если враг напоёт, если тёмная сила нагрянет, как один человек, безсоветский народ, за свободную Родину станет. Но земле в небесах и на море наш капельный могучий сурок. «Если завтра война, если завтра погод, пусть сегодня по полу готов!» «Если завтра война, если завтра погод, пусть сегодня по полу готов!» Но разница всё-таки есть. То, что у наших отцов и дедов перед прошлой большой войной получалось бодро и весело, потому что не было особых сомнений в том, что война будет, у наследников получается как-то натужно. Без огонька проходит вся эта череда мероприятий казённого военно-патриотического воспитания, от которых на самом деле мухи дохнут и самих чиновников клонит в сон. И даже самому храброму в России человеку не очень веришь, когда он обещает забрать с собой в рай всю страну. «Ну что ж, а мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадём в рай. А они просто сдохнут». На самом деле страна в массе своей уже демобилизовалась. То ли сразу после шока пенсионной реформы, то ли даже ещё раньше, устав от Донбасса, Сирии, бандеровцев, злых американских демократов, Порошенко и всякой прочей хрени. Люди переключаются с Соловьёва на Малахова или вообще выключают телевизор и, наконец, заглядывают в холодильник. Если судить по последнему посланию Владимира Путина, и он это уже понял и даже дал команду шатающейся вертикали разворачиваться с фронта домой, заливать миллиардами нацпроектов начинающуюся национальную депрессию. Пока получается не очень. Телеведущие продолжают увлечённо топтать Америку, Украину, Европу и увлечать внешних врагов. И на нашем телевидении до сих пор нет ни одной передачи, которая бы воевала с такими внутренними врагами нации, как нищета, бесправие, развал институтов и производств, нравственная деградация верхов, прикажущаяся апатии низов. Никто так не произнёс слух ещё, что 5% экономического роста в год – это лучшее оружие против санкций. Хотя об этом нужно повторять каждый день. Просто потому, что, как учил ещё Карл Маркс, любой самый злобный капитал не в силах устоять против такой прибыльности, он сразу добреет и начинает проситься в гости. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok